Обстановка накаляется. Спасение от жары кондиционера. Сейчас этот товар хит-продаж. На что обращать внимание при покупке и что делать, если новый бытовой прибор не оправдал ваши ожидания? Поговорим об этом с юристом Центра защиты прав потребителей Еленой Мачалиной и корреспондентом Ксении Беркаловой. Но первый вопрос нашему юристу. Елена, здравствуйте. На что сейчас в основном жалуются саратовцы? Проблемы после установки возникают. И связаны они не с качеством кондиционера, а непосредственно с некачественностью выполненных работ по его установке. Даже у меня лично была такая проблема. После того, когда они кондиционер установили, он не стал работать. Он просто дул теплым воздухом. Я обратилась по гарантии в тот магазин, в котором приобретала. Приехал их специалист и указал нам на то, что шланги подсоединены неправильно. Дело в том, что приобретая кондиционер, вы не получаете права на его установку. Это отдельная услуга. И лучше бы иметь отдельный договор или чек на нее. Иначе за качество никто не несет ответственность. Зачастую магазины просто дают телефоны установщиков, с которыми, может быть, сотрудники как-то работают в частном порядке. И по факту приезжают просто физические лица и устанавливают кондиционер. Ну, решаться, не решаться на установку кондиционера без соответствующих документов, здесь вопрос, наверное, каждый должен решить для себя сам. Понятно. А есть ли какие-то рекомендации по установке кондиционера? Насколько важно быстро это сделать? Тянуть точно не стоит. Лучше протестировать новый прибор в течение 14 дней. Потому что по закону в этот период вы имеете право обменять или вернуть товар, если обнаружите какие-то дефекты. Если это произойдет по истечении двух недель, то вам уже предложат только ремонт. И, кстати, чтобы сделали вам его бесплатно, Елена, расскажите, на что обратить внимание. Как правило, с кондиционерами идет фирменный гарантийный талон производителя. И магазины очень неохотно его заполняют. Говорят, что гарантия по чеку. Но дело в том, что чеки имеют свойство выцветать. И второй момент. Магазин также может закрыться. Так вот, авторизованный сервисный центр примет его на ремонт только при условии правильно заполненного фирменного гарантийного талона производителя. Это значит, что там должен быть серийный номер, наименование товара, дата продажи, печать и подпись продавца. Спасибо. В студии у нас были юрист Центра защиты прав потребителей Елена Мачалина и корреспондент Ксения Беркалова. Мы говорили о том, с какими сложностями сталкиваются саратовцы при покупке и установке кондиционеров. Продолжение следует...